Евгений Алексеевич, напоследок задам вам вопрос об Алексея Ристовича. Алексей Ристович находится за рубежом, скорее всего, в Соединенных Штатах Америки и поддает резкой критике позицию украинской власти, что порождает вопросы у многих, а на кого работает Алексей Ристович? Работает ли он вообще на кого-то? Может, он просто свои мысли озвучивает? Вот я вам этот вопрос переадресовываю. На кого, на ваш взгляд, работает Алексей Ристович и работает ли? Ну, вы знаете, я достаточно давно знаю Алексея Ристовича. Первый раз я, наверное, брал у него интервью еще году так в 17-м или в 18-м в своей программе на канале «Прямой». Я сразу почувствовал, что этот человек, с одной стороны, весьма талантливый, как и прежде всего, как презентатор, который умеет ярко и образно говорить. В то время он выступал, в основном, кстати, как военный эксперт, комментировал ситуацию там, на востоке Украины, где на самом деле уже шла война, и он как-то просто, понятно и доходчиво объяснял, что там происходит. Я тогда уже обратил на него внимание. Я понимаю, что он человек очень амбициозный, и думаю, что работает он на себя. Что он не какой-то Кремлем засланный казачок. Вот не верю я, простите, в это не верю. Он человек весьма амбициозный, и я полагаю, что с этим все объясняется. Когда я вот недавно брал у него интервью, мне показалось, что он говорит много дельного. Потом я смотрел какие-то другие его интервью, и, честно говоря, с многими вещами был категорически не согласен. Причем я обратил внимание, что как бы у него была другая совершенно повестка дня. Вот разговаривая со мной, он касался тех тем и высказывал те оценки, которые, ну, скажем так, не должны были вызвать у меня, как у его собеседника, резкого протеста, жесткого несогласия. А с какими-то другими интервьюерами он говорит по-другому. Например, меня поразило, что в каком-то из своих недавних интервью он говорил о Путине как о человеке глубоко европейском. Меня это страшно удивило, потому что с большим, ну, все что угодно можно сказать о Путине, но сказать о Путине, что он европеец, это было бы большим преувеличением. Но, с другой стороны, хлестко, да, парадоксально хлестко люди, стремящиеся к популярности, очень часто делают такого рода хлесткие и парадоксальные заявления. Евгений Алексеевич, уж совсем напоследок, год заканчивается, ну, что, две недели и один день остались до конца года, который мне представлялось, что, ну, в этом году точно уже все победим и война закончится, а куда там еще воевать и воевать, как говорят и наши, и русские. Скажите, пожалуйста, вы с оптимизмом смотрите в 25-й год? В 24-й? В 24-й, что это я про 25-й? Вы уж, наверное, отпраздновали по какому-нибудь там другому календарю наступления нового года. Ой, нет, я бы, знаете, вы знаете, прежде чем... Поэтому считаете, что вы уже в 24-м, а будущее будет 25-м. Да, я перед тем, как вы знаете, что я еще подумал, я вам один вопрос все-таки еще задам. Да, конечно. Перед одним из новых годов вдруг Путин выпустил из тюрьмы Ходорковского. Сейчас пропал Навальный где-то, его не могут найти в колонии. Все ищут, адвокаты, общественность, все не могут найти. Пошли слухи, что Путин собирается помиловать Навального. Вы верите в то, что он может его помиловать? Ну, слушайте, я не мог поверить в то, что Путин помилует Ходорковского. Мне казалось, что он воспринимает Ходорковского как чрезвычайно опасного врага, конкурента. Он с такой ненавистью периодически говорил у Михаила Борисовича, что я просто поражался, сколько же у него обиды и злобы на этого человека накопилось. А потом вдруг взял и помиловал. Ну, мы знаем прекрасно, что... Геншер просил, да? Там был... Я думаю, что там не только Геншер был, я думаю, что там и Меркель была в это влечена. Но в любом случае, это было накануне Олимпиады. Говорят, что осторожно рекомендовала ему фрау Меркель освободить Ходорковского, чтобы улучшить свой имидж как раз накануне вот этой вот сочинской Олимпиады 2014 года. И, кстати, рассказывали, что Путин страшно на нее обижался после того, как она вместе с другими лидерами Запада открыла процесс введения разного рода санкций против Российской Федерации. И в частности, тогда же после аннексии Крыма. Аннексия Крыма произошла после... Да. Олимпиады. Просто Олимпиада здесь была не потому, что Путин решился на аннексию Крыма, потому что Олимпиада была по саде, а потому что в тот момент у него накопилось уже много обид и претензий на Запад, который поддержал Украину в дни революции и достоинства во время Второго Майдана. И Путин тогда, как утверждается, ах так, тогда я иду вот по наихудшему для Запада сценарию. Но в декабре ситуация была немножечко другой. В декабре он надеялся, или во всяком случае Медведчук ему обещал, что все закончится благополучно, что режим Януковича устоит и все будет замечательно. А Майдан рассосется как-нибудь благодаря январским морозам. Не рассосался, но это отдельная история. Вы понимаете, я думаю, что возможно все. Кстати, была неподтвержденная информация, что все-таки Навального нашли и что его этапируют в Москву для того, чтобы в Москве он принял участие в каких-то следственных действиях, связанных с еще одним уголовным делом, которое против него собираются возбудить. Ну, это какая-то странная история, потому что до сих пор его судили по удаленной связи. Прямо там все судебные процессы проходили в колонии, где он находился. Бог его знает. Во всяком случае утверждают, что Путин очень хочет добиться освобождения вот этого вот киллера из Гру. Я все время забываю его фамилию. Который убил в центре Берлина, убил Тандашвили и которому дали пожизненное в Германии. Что якобы идут такие вот сложные переговоры, потому что, ну, освободить-то хотят американцев в обмене. Прежде всего стоит вопрос об освобождении Пола Уиллана, американца, и вот Ивана Гершковича. И, кстати, Путин признал это в ходе пресс-конференции, сказал, что, мол, мы ведем переговоры, сложные переговоры. Я, честно говоря, разные мнения на сей счет слышал, в том числе и из уст, кое-что слышал из уст представителей российского адвокатского сообщества. И, во всяком случае, той его части, которая занимается правозащитой, в том числе защищает критиков Путина, противников режима на разного рода откровенно политических процессах. Они высказывали скепсис по поводу того, что, вот, скажем, есть некая равноценная фигура обмена. Хотя, вот, повторяли при этом, почему-то Путин обязательно хочет добиться вот этого освобождения, чтобы немцы отпустили из немецкой тюрьмы вот этого самого киллера, убийцу Хангашвили. Говорят, что они знакомы чуть ли не с питерских времен, и что у них какие-то давние личные отношения. Черт его знает. Работали вместе. Могли работать вместе. Хотя, вообще, ГРУ и КГБ всегда были конкурирующими организациями. Ну, вот, и так. Там же не только Навальный, там же еще, извините меня, Карамурза, Владимир Карамурза, у которого огромные проблемы со здоровьем. И как раз его адвокаты говорили мне, что состояние здоровья Владимира Карамурза таково, что он долго там не протянет, если не добиться его освобождения. Как это ни страшно. Его Великобритания очень хочет, он же гражданин Великобритании. И да, и он гражданин Великобритании, это тоже верно. Ну, хорошо, я возвращаюсь, наверное, к вашему вопросу относительно того, чего ждать от 2024 года. Ну, смотрите, я вообще, я по жизни оптимист, совершенно неисправимый оптимист, который верит, всегда верил в хорошее будущее. И что все будет хорошо, и все образуется. Последние годы как-то вот меня переделали, я стал гораздо большим пессимистом и скептиком, потому что знаю, что лучше, если ты прогнозируешь плохие сценарии, а потом получаются хорошие. Я понимаю, что для Украины 2024 год будет тяжелым, непростым, но я верю в то, что украинский народ не бросит в беде его друзья, его партнеры, его союзники. Тем не менее, война будет продолжаться, увы, и к этому нужно быть готовыми. Не Дед Мороз вы. Не Дед Мороз, я вот сказал. Дед Мороз из меня хреновый, прямо скажем. Борода есть, но Дед Мороз вы не очень, да. Это да. Но пусть произойдет чудо. Вот. Пусть сбудутся те мечты, которые есть у многих людей сегодня. Понятно. Да.